святитель иоанн максимович царский путь креста господня вводящий в жизнь вечную часть 6 должна благодушно нести крест и не стыдиться поношений за него слыша это ставрофилла понимала что нельзя отказываться от назначенного ей крестного времени и потому уже не противоречия приготовилась к несению креста показанного ей ангелом божиим но как греховное естество наше всегда уклоняется от неприятного и трудного то нас неохотую великую скорбью понесла крест свой так отягощаясь им как будто влачила тяжкое бремя вместе с тем ее смущала мысль что за крестоношение она подвергнется по смеянию людей и внутренне стыдясь поношение креста она как бы желала укрыться от взоров человеческих видя это ангел так стал обличать ее ставрофилла а чего ты так неохотно несешь крест как бы вещь всеми презираемую вспомни убеждаю тебя что сказал господь иисус христос если кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною евангелие от луки это значит что где бы не представился тебе случай понести крест ты должна с радостью взять его как многоценнейший дар а понести как носит мать свое любимое дитя ставрофилла не знала что отвечать на это потом нерешительным и боязливым голосом едва проговорила я устрашилась креста и сильно смутилась от одного представления его и боюсь что не в силах буду понести такое тяжелое бремя ангел этот излишний страх произошел не от тяжести креста но от ложного мнения о крестоношении терпеть зло не есть зло зло истинное есть не иметь терпение чем более будешь понуждать и приуготовлять себя к терпению тем благоразумнее будешь поступать и больше восприимешь воздаяние ставрофилла но кто же возможно так поступать ангел всякие возлагающие упование не на себя она бога знаю что носить крест любить его умерщвлять плоть презирать почести уничижать самого себя и любить уничижение и не искать благополучия всем мире это выше сил человеческих и ты от себя ничего такого невозможешь исполнить если будешь полагаться на саму себя но если будешь надеяться на господа то он и не спошлет тебе свыше силу и крепость ставрофилла надеяться могу так как велика благость милосердного господа но сознаюсь что все-таки меня устрашает тяжесть креста ангел никогда жезл моисею брошены на землю и обратившийся в змея так устрашил моисея что он отбежал от него но когда по повелению божию он простер руку и взял змея за хвост то змей обратился опять в жезл который он и стал носить по-прежнему и которым разделил черное море извел израильтян из работы египетской креста терпения есть жезл если их повернешь на землю то ни за что другое сочтешь их как за змея от которого убежишь боясь уязвления и смерти но когда десницую правого разумения возьмешь их за конец то есть будешь смотреть на вожделенный конец скорбей и напастей то в кресте радостно узришь жезл моисеев изводящий тебя из работы греховной и вводящий в небесный иерусалим и так взирай взирай на небо куда ведет крест взирай на блаженную вечность обещанную крестоносцу переплывающим быстрину вот велят смотреть или на небо или на берег чтобы им не смутиться быстротой утечения и не упасть в воду море искушений должно переплывать всем но чтобы волнение морские не помрачали ума должно вам горе иметь сердце и обращать взор на небо когда мы смотрим не на видимое но на невидимое ибо видимое временное а невидимое вечно вспомни это что господь иисус христос ради вашего спасения воспринял всего человека всего себя предал за избавление ваше и устроил спасение для всецелого человека всему ему благоволил уготовать вечную славу в котором сердце и плоть возрадуются о боге живом посему христианин должен от всего сердца и от всей души служить господу и всего себя всецело подклонить под иго креста неохотное же и нерадивое несение креста господь не потерпит ибо не так вам должно воздавать своему искупителю за его любовь к вам за его страдания ставрофила слушала его молча не дерзая от отверзать ус своих ангел же в разумляя ее о другом великом ее согрешение продолжал зачем ты смущаешься боязнью человеческих поношений ты думаешь что поношение казаться крестоносицей ставрофила истинно так бесчестием покрывают лице мое я сделалась посмешищем у соседей наших поруганием и посрамлением окружающих нас не буду много говорить ты знаешь поношение мое стыд мой и посрамление мое ангел обрати очи свои на господа не он ли славою честью венчанный вместо предлежавший ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление не для тебя ли он претерпел поругание не для тебя ли был как червь а не человек поношение у людей и презрение в народе не сбылись ли на нем когда он шел под тяжестью креста слова псалмопевца все видящие меня ругаются надо мной поносили и не переставали с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими а ты ныне устрашаешься малейшего бесчестия креста как будто бесчестно и постыдно участие в кресте господнем тогда как истинные ученики христовы крест его почитали для себя великую славою и потому-то апостол павел не усомнился поучать и так выйдем к нему застан нося его поругание ставрофила охотно бы и я снесла ради господа моего крест и разного рода бесчестия как сделали многие мученики но меня смущает то что все сочтут меня заявную грешницу подумают что за многие беззакония возложен на меня секрет поношений сказал это она возвала господу умоляю умоляю тебя суди меня боже и вступить в тяжбу мою с народом недобрым и не предай меня гонителям моим ангел почему же это тебя смущает единородный сын божий который не сделал никакого греха не был ли послан в мир отцем небесным в подобие плоти греховной не злодеем ли причтен не с двумя ли разбойниками был изведен и посреди их распят не о нем ли говорит пророк он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали он был поражаем наказуем и не уничтожен богом а ты как будто праведная ужасаешься быть причтенную грешником или не сознаешь что ты ходила по воле сердца своего и пила неправды якажи питье а теперь как невинная боишься понести некоторое поругание тогда как уже научено последовать своему спасителю в чести и бесчести при порицаниях и похвалах если внимаешь учению господню то истинно увидишь там величие где смирение там силу где немощь там жизнь где смерть и если желаешь последовать жизнь истинную не презирай не стыдись скорбей блаженный августин слова 20 о слове апостольском ставрофила не могла успокоиться и семи словами ангелом пред господом говорила она я повинна во многих согрешениях но не в тех однако которые для всех так соблазнительны и в которых укоряют меня люди ангел зачем ты все внимаешь людским толком похвала наша говорит апостол павел сия есть свидетельство совести нашей имея чистую совесть не должна и смущаться от людских толков не должна поношение других считать важнее доброго свидетельство собственной совести ставрофила совесть моя не обличает меня и я не знаю за собою никакого тяжкого греха однако мне прискорбно причисляться явно к нечестивым ангел знаю что прискорбно но не невыносимо притом сходство праведника и грешника внесение креста не доказывает того что они одинаково заслужили крест все и добрые и злые равно подвержены скорбям но из того что они терпят одинаковые скорби не следует чтобы и между небе не было никакого различия как в одном и том же огне золото получает более блеска а солома испускает дым как при молодьбе и вени пшеница очищается а плевелы отлетают в сторону так точно одна и та же сила скорбей благие души испытывает очищает и украшает а злые разрушает погубляет и искореняет и потому-то при одних и тех же испытаниях добрые молят и славословят бога а злые ожесточаются порицают и хулят его так вспаханная и всколыхнувшаяся грязь издает зловоние а благовонная масть приятное благоухание ставрофила не знаю что сказать и крест нести и быть от всех поруганной за крест это двойное зло ангел нет это не зло тем более не двойное ибо под крестом и с крестом терпеть бесчестие это неотъемлемая принадлежность креста да и все желающие жить благочестиво во христе иисусе будут гонимы пусть мир судит и мудрствует по-своему ты последуй стопам христовым если бы была бы ты от мира то мир любил бы свое но теперь ненавидит тебя мир потому что сам господь избрал тебя от мира да последуешь ему неся крест да будет тебе известно и то что мир прежде возненавидел спасителя мира поругался и посмеялся ему по сей причине иудеи и придумали умертвить его смертью крестная чтобы через это подвергнуть его бесчестию они рассуждали так что если кто и не оставит господа иисуса христа потому что он уже умершлен то по крайней мере оставит его за то что он умершлен такую позорную казнью но это самое привлекает более спасители любящих его что он ради них избрал смерть исполненную бесчестия сие и составляет им утешение при перенесении собственных их бесчестий что они в этом бывают подобны ему ставрофила это великое совершенство и думается мне она не может быть общим для всех я немощная не смею помыслить о такой высоте ангел конечно это дело совершенных но господь говорил ко всем будьте совершенны как совершенен отец ваш небесный евангелие от матфея некто весьма искусный в училище терпения так говорит кто стремится к вожделенному душе покою и к богу тот думает что много теряет во всякий день в который его никто не укорял как деревья колеблемые ветрами глубоко опускают землю корни так и пребывающие послушание приобретают крепость и непоколебимость души ставрофила желала бы я также шествовать по пути креста и получить такую же крепость души ангел дерзай первое знамение благоразумия души есть желание добродетели а с усиливающимся желанием возрастает и попечение о ней если желаешь быть наставленную в этом более внимай что говорит тот же благочестие учитель начало блаженного терпения есть то чтобы сносить бесчестия хотя с горестью и болезнью души средина чтобы пребывать вонных беспечально конец же и совершенство чтобы принимать поношение как похвалы я видел однажды трех иноков которые все вместе потерпели бесчестие один из них был угрызаем скорбью но смолчал другой порадовался за себя но опечалился за укорившего его третий же воображая единственно вред ближнего пролил теплые слезы таким образом здесь были видимы делатели страха воздаяния и любви ставрофилла с усердием воспринимала в сердце свое слова ангела и решилась приступить к делу крестоношения но такова немощь людей что избегая одного греха они упадают в другой и на ней сбылось это она поняла что действительно не следует нести крест не охотой и не родением и что не должно устрашаться поношение креста так как он ведет к славе а потому ничего уже кроме чести и славы не ожидала решившись твердо нести крест она стала заботиться только о том что чтобы все это все это видели и знали и помышляла о себе что она великая и жен потому что крестоносится бедная прежде боялась обратить на себя внимание людей а теперь сама тщеславно домогалась всего взирая на это ангел господин стал обличать ее в новом согрешении ставрофилла ты хочешь поправить одно зло равным или еще большим злом должна крест носить они себя превозносить посмотри как мало принесет тебе пользу тщеславное несение креста в таком случае ты всегда будешь падать и самый крест послужит тебе препятствием к тому чтобы войти в тесные врата царства небесного разве ты не читала что некогда было открыто святому арсению однажды он сидел в келье своей и услышал голос говоривший ему иди я покажу тебе дела человеческие он вылез из келье и видит храм а пред вратами его двух мужей сидящих на конях оба они держали пред собою за противоположные концы одно бревно и хотели въехать вместе во врата но бревно препятствовало им а чтобы одному подождать и управил бревно вдоль дать другому въехать вперед на это никак не соглашались почему оба и оставались вне церковных дверей когда арсений вопросил что это значит голос отвечал это люди которые как будто несут иго правды но с гордостью не смиряются друг перед другом и не хотят смирение ходить по пути христову а потому и остаются вне церкви царствие божие видишь ли как этим обличается твое неразумие и каким неудобством подвергаешь ты себя нести крест и этим самым возноситься искать славы людской есть труд напрасный недостойный никакой награды ставрофила поступая таким образом я думала избегнуть тех ошибок коих ты прежде обличал меня а при том и не думала чтобы такое зло заключалось в том что я немного дозволяла себе искать правды ибо мне случалось нередко слышать что слава много придает силы душе и служит для человека большим поощрением так рассуждая я думала этим возбуждать себя к благодушному перенесению всех трудностей которых так много на пути крестном ангел если увеселяет тебя слава то возри на вечную и истинную славу а временную и пустую славу далеко отвергни от себя не продавай трудов твоих за славу человеческую и не отдавай будущей славы за похвалу ничего не стоящую слава человеческая пребывает персти хвала ее угасает на земле а слава добродетели пребывает вовеки сколь неправедно любить славу человеческую паче славы божьей крайнее безумие в делах духовных искать только суетной славы это значит сокрушаться трудами и погублять всякое воздаяние раб обращает зор на господина и наемник на хозяина своего ученик на учителя ты совсем напротив делаешь оставил мздо воздателя господа и бога твоего смотришь на подобных тебе людей тогда как хорошо знаешь что о благих делах твоих господь воспомянет и в веки грядущим а люди только всей жизни и то ненадолго и кое-как на тебя взирают небесные жители а ты желаешь иметь зрителей на земле борец пред кем борется от тех ждет и похвалы а ты подвязаясь для неба на земле желаешь быть увенчана ставрофила я никогда бы не поверила что столь великое зло снискивать себе малое прославление не худыми делами ангел это от того что ты мало еще научилась истинному благочестию не слышала ли ты как убедительно поучал всех господь иисус христос смотрите праведных дел ваших не творите пред людьми с тем чтобы они видели вас иначе не будет вам награды от отца вашего небесного евангелие от матфея не обличал ли он этим лицемерие тех которые творя милостыню трубили пред собою и молились на стагнах распутьях чтобы прославиться от людей господу благоугодно чтобы дела благочестия были творимы в тайне дабы отец твой видящий тайное воздал вам явно евангелие от матфея ставрофилла много раз я это слышала но слова эти не касались моего сердца и я до сих пор мало было к ним внимательно ангел так то мало плода приносит вас слово божие живое и действенное один из верных рабов господник сказал что тщеславие есть матерь гиены и царственный пророк некогда возгласил рассыплет бог кости ополчающихся против тебя ты постыдишь их потому что бог отверг их горе горе носящим крест и не хотящим последовать спасителю своего они приобщаются страданием его но не брегут о подражании смирению его и потому будут сокрушены сугубым сокрушением страдая здесь для снискания временной славы там в жизни грядущей за тщеславие и гордыню сердца своего отосланы будут на вечное мучение ставрофилла умоляю тебя научи меня как избавиться от этой погибели ангел светильник тела есть око и так если око твое будет чистотой все тело твое будет светло евангелие от луки око души есть намерение сердечное если оно будет право все тело действий твои будет право чисто и светло а если оно будет лукаво и развращено то все что от него не произойдет будет отвергнута богом должна размышлять не только о том доброе ли ты дело делаешь но и о том с добрым ли намерением совершаешь онное потому-то псалмопевец и молился отврати очень мои чтобы не видеть суеты то есть чтобы не внимать суетной похвале и не ради нее совершать добрые дела бог не столько смотрит на то что творит человек сколько на то как и с каким намерением он творит и потому святой апостол научал и так едите ли пьете ли или иное что делаете все делаете во славу божию на пути крестном более всего должна тебе это помнить то есть чтобы во всех действиях намерение твое было правое и направлялась к богу а животных виденных некогда и языке или написано что лица и крылья их были простерты горе что означает лице как не намерение и крылья как не полет богомыслия всякое добро творимая с благим намерением должна возноситься к богу и всякое дело хотя она кажется добрым но если не утверждено благим намерением будет осуждена как мертвое ничего не делает для снискания суетной славы и чему положишь благое начало то с одинаковым чанием старайся соблюсти ставрофила но как не избежать страсти человека угодия и искания людской славы ангел имей несомненную уверенность присутствии божием неразвлекаемую заботливость а благоугождение богу и пламенное вожделение блаженств обетованных господом ибо никто пред очами владыки не старается об угождении подобному себе рабу к бесчестью владыки не видишь ли как на конских аресталищах наездники не обращают внимания на похвалы толпы народной и не чувствует удовольствие от этих похвал но взирают на одного царя сидящего посредине и внимая лишь его мановению не смотрят на толпу подражает и им не дорожи людскую славою но ожидай приговора праведного судьи и твори все по его изволению ставрофила что же теперь мне еще делать ангел нести крест сердцем смиренным и кротким чуждым всякого возношения когда царь ираклий одеянный в благоухающую багряницу с праздничную торжественностью пожелал вознести на своих раменах крест господин на ту самую гору на которую вознес его некогда бога человек то невидимую силу принужден был остановиться во вратах града и как не усиливался не мог далее идти когда сам царь и все окружающие его удивлялись этому и иерусалимский епископ захария сказал смотри государь в этом великолепном убранстве тебе невозможно принести на место древо креста которое нес христос в убогом виде а потому если желаешь нести древо креста то подражай христовым смирений смирению и нищете тогда ираклий снял себя драгоценные одежды облегся простые и худые и босыми ногами беспрепятственно совершил остальной путь и внес крест на место где он всегда стоял господь желает чтобы и ты несла крест подражая его смирению и всячески уклоняясь от того чтобы делать это на показ людям как сбившиеся с прямого пути обыкновенно долго блуждают по окольным тропинкам так и тот кто поверхностно только и как бы раздвоенную волю взыскует бога никак не может удержаться на правом пути но падает из одной погрешности в другую так было и ставро филой уклоняясь по наставлению ангела от одной неправильности она впала в другую вразумленная столькими наставлениями она решилась мужественно вступить на крестный путь но устрашаясь никаких трудностей почему с ревностью возложивший крест на рамена своей поспешно пошла вперед не дожидаясь наставления ангела божия невинная голубица она ничего не ужасалась и утверждаясь на своем только разумении без вождя хотела идти этим трудным путем удерживая ее ангел сказал заблуждаешься опять ставро фила и согрешаешь безрассудностью ревностью своей ты забыла наставления которые я недавно тебе предал снова нужно учить первым началом слова божия ставро фила какие же это наставления ангел разве ты не знаешь не сказал ли господь иисус христос в евангелии если кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною евангелие от луки я не раз припоминал тебе эти слова а ты все-таки не вразумилась ими вполне ставро фила все еще не познавала своей погрешности и желая оправдаться ответствовала но я всегда слышала что ленивые нерадивые не угодны богу и что он более благоволит к тем которые духом пламените господу служите и святой апостол учит не ступать шаг за шагом но быстро проходить поприще жития христианского так бегите говорит он чтобы получать чем же я согрешила если собравшись путь усердно начала его не кратко ли время жизни моей и потому я ревностно хочу восполнить его ангел ты погрешила тем что пошла не во след господа как он повелел то есть пошла без вождя и наставника указанного господом надеюсь на свой собственный разум воин выходя на брань не сам избирает для себя путь он совершает его не по своему произволу чтобы не удалиться от своего знамени но имеет вождя назначенного царя соблюдая все повеления он предписанному ему порядке идет с оружием в руках и таким образом совершает путь свой как должно кто повинуется царю своему и поставленному от него вождю тот без сомнения не уклоняется от надлежащего пути таков должен быть порядок и на пути духовной жизни на котором господь есть наставник и вождь а святые ему последуют думаешь ли ты что не было таинственного знаменитого знаменования в том что симон киринейский нес крест христов за иисусом евангелие от луки они впереди его что же этим изображалось то что добрый чин духовного преуспеяния требовал дабы господь сперва сам понес крест свой а потом уже дал нести он и мученикам и прочим последователям своим за кей забежали вперед взлез на смоковницу евангелие от луки прежде нежели сын божий вошел на древо креста и потому что ему сказано садись скорее то есть сади пред господом с древа дабы взойти на онное после страданий господних на древе крестном этими таинственными словами господь через пример закхея научает чтобы и в добрых побуждениях и благих стремлениях действовать по указанию наставника они по своему разумению и желанию ставрофила какое же в этом зло если кто на пути спасения идет вперед по своему разумению если носить крест есть благо то для чего еще нужен учитель руководитель ангел для того чтобы благое дело и совершалось как должно страшное течение если кто думает что ни в ком не имеет нужды а надеяться только на самого себя как единственно способного посоветовать себе лучше поистине смешно и срамно в низком ремесле переходить непрестанно от учителя к учителю а божественное любомудрие окрестоношение как что-нибудь маловажное предоставлять себе самим потому особенно убеждаю тебя не следуй своему разумению и без руководителя не вступай на такой путь по которому ты никогда еще не ходила иначе можешь скоро совратишься с правого пути и подвергнуться падению или идти скорее чем следует и утрудиться поспешным шествием или замедляя на пути предаться усыплению ставрофила никогда я не думала чтобы такой беде подвергались те кое с горящим духом ревнуют преуспевать на пути спасения и собственное рассуждение никогда не казалось не столь опасным ангел это происходит от твоей неопытности но сколь великое зло хотя бы в добром деле утверждаться на своем разумении и не желать покориться господу или служителям его это ясно показано было первоверховному апостолу петру услышав из уст господа иисуса христа беседу о кресте и страданиях его он сказал будь милостив к себе господи да не будет этого с тобою евангелие от матфея какой получил ответ отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие но что человеческое что же это тот который прежде слышал блажен ты симон сын ионин потому что не плоть и не кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах евангелие от матфея внезапно слышит отойди от меня сатана что значит отойди от меня ты желаешь указывать мне путь желаешь давать мне совет но лучше тебе следовать моему изволению вот что значит отойди от меня так господь смирил прикословившего ему апостола и назвал сатаной потому что он хотел вести вождя учить наставника и повелевать господу своему верь ставрофилла кто себя самого поставляет учителем для себя тот отдает себя в ученики малосмысленному посему древние наставники иноков повторяли мудрое изречение если видишь что юный по своей воле восходит на небо то удержи его потому что не полезно ему видишь ли как вредна безрассудная поспешность ставрофилла почему же такое зло восходить на небо по своей воле ангел потому что своя воля есть нога гордыни а ею никто не восходил на небо повторяю кто идет самочинно и без рассуждения и наставления евангельского тот много притыкается многие подъяли немалые труды и подвиги претерпели много лишений и страданий ради бога но так как они действовали самочинно без рассуждения и думали что они не нуждаются в помощи и наставлениях ближнего то все труды их оказались бесплодными и суетными беги от сей пропасти если имеешь благоразумие последуй господу возьми в пример для себя пророка моисея когда ему повелено было выйти из земли в которой он жил и идти в землю обетованную тон дерзновенно сказал господу если не пойдешь ты сам с нами то и не выводи нас отсюда ибо почему узнать что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих не потому ли когда ты пойдешь с нами так и ты на пути спасения ни одного шага не делай без руководителя если желаешь идти скоро то и это не худо только иди не без наставника и не утруждайся в своем разумении если желаешь достигнуть господа то должна следовать ему